Добрый вечер. Здравствуйте. Сейчас мы немножечко подождем еще наших коллег в музее. Здравствуйте. Нет, сегодня я думал действительно, что нам лучше о чем рассказать. Вы знаете, я решил воспользоваться, можно сказать, уникальной такой возможностью, тем, что наша сегодняшняя встреча последняя, встреча в зимний период. В зимний период, да, потому что мы еще будем встречаться, конечно, весенний период. И мне хотелось сегодня поговорить о еще одном зимнем сочинении Чайковского, а именно первой симфонии «Зимние брюзы». Тем более там есть о чем рассказать. Есть о чем рассказать. Это очень интересное сочинение со своей очень необычной, даже для Чайковского, историей. Это, наверное, единственное его сочинение, которое претерпел три авторских редакции. То есть Чайковский очень сильно изменял текст этой симфонии. И внутренне не останавливаясь на достигнутом, и реагируя на критику авторитетных специалистов, от которых просто зависело исполнение этой симфонии, и которым он по молодости еще очень-очень уверял. Так что мы сегодня с вами поговорим об этом сочинении. Сейчас мы дождемся еще небольшой группы слушателей и начнем. А показывать я сегодня буду рукопись, которая хранится в наших фондах. Это не полный автограф первой симфонии, полный автограф первой симфонии Чайковского не сохранился. Вернее, он в настоящее время неизвестен. Неизвестно, просто никакой информации нет. Просто до нашего времени мы никогда не говорим, что он не сохранился, что он уничтожен. Особенно когда-то в Чайковске говорил, что они уничтожены. Часто это просто не так. Поэтому мы говорим неизвестен этот автограф. Сплошь и рядом возникают совершенно неизвестные письма Чайковского на аукционах, в этих вариантов, в каких-то частных собраниях. Они даже могут быть и не учтены в каких-то известных указателях документов Чайковского. Поэтому мы, разумеется, не оставляем ни в коем случае надежды, что когда-нибудь этот автограф, а вместе с ним какие-то другие рукописи Чайковского станут там известны. И окраничиваем все вот такой очень аккуратной формулировкой, что эта рукопись сегодня неизвестна. Но зато известна рукописная копия Первой симфонии, по которой Чайковский делал третью редакцию, последний авторский текст до 1974 года. Это рукописная копия какого-то московского копииста, очевидно, с вложенными листами до изменений текста, сделанных Чайковским. Мы посмотрим это немножечко позднее. Вот одно из таких мест. И, конечно, я сегодня, поскольку даже название нашего цикла во многом к этому обязывает, конечно, хотел сосредоточиться на каких-то малоизвестных страницах истории этого замечательного сочинения, главным образом именно связанное с неизвестным текстом, потому что часто мы просто услышим, это далеко не единственный текст, который уже, собственно, сказано было и на Живанонсе. Я предлагаю начать уже нашу встречу. У нас было такое небольшое вступление, где я просто пояснял тему сегодняшнего нашего собрания. Еще раз для наших, так сказать, вновь пришедших слушателей, хочу сказать, напомнить, что сегодня мы будем говорить о первой синхронии Чайковского, «Зимние грезы». Здесь, с одной стороны, такой несколько формальный момент, потому что это действительно зимнее сочинение Чайковского, название «Зимний грезы» — это авторское название. И даже в одном из писем Чайковский отмечает, еще раз обращаясь к этому названию, то есть из чего следует, потому что оно абсолютно авторское, абсолютно осознанное и непосредственно связываемое им с характером музыки, то есть с содержанием этого произведения. И также мне хотелось бы поговорить об этом сочинении, ввиду того, что в настоящее время оно готовится к изданию в новом полном академическом собрании сочинения Чайковского, и в конце марта будет исполнение не последней редакции, а второй редакции, то есть с другим текстом, «Оркестр музыка Виба» в Большом тайме Московской консерватории, где-то в 20-й числах марта могу уточнить, и можно будет нам, опять же, эту музыку услышать не так, как ее, собственно, сейчас играют, как правило, и не тот текст, который Чайковский оставил последний. Ну, несколько таких общих и, на мой взгляд, важных слов о том, что это за сочинение, что, почему, собственно, так важно там поговорить о первой симфонии Чайковского. Иногда ее называют, как бы, такой, первой русской симфонией, что, конечно, совсем не так, как говорится, потому что симфонии писали и русские композиторы у Чайковского, начиная со второй половины XVIII века, и многочисленные иностранные музыканты, которые работали в России, также оставили симфоническое на свете, ну, конечно, совершенно несопоставимое с тем, что оставил Патрию Чайковский. Симфонии писали, попытку написать симфонию сделал Михаил Иванович Глиинко, но это не было им закончено, и уже в 20 веке вестеральник Шиполин реконструировал по рабочим записям Глиинко симфонию Глиинко. Симфонию писал Антон Николаевич Робинштейн, непосредственно учителем Чайковского, и оставил значительное симфоническое наследие. И Ларош вспоминает, что еще будущие ученика Петербургской консерватории они разыгрывали симфонию «Океан» с Петром Ильичом для «Кварт-Океана» в числе руки, четверхуточное приложение. Очень большое внимание симфонии уделял Нидар Семилий Ильич Балахерев, знаменитый глава «Могучей кучки», и сам очень долго пытался написать симфонию и наставлял своих подопечных, так скажем, именно работать в симфоническом жанре и этого педагогического усилия, усердия стали симфонией Римского-Корсакова и симфония Ариста Павловича-Бродина, которые, конечно, гораздо больше известны, чем симфония Римского-Корсакова и сыграли, конечно, гораздо большую роль в музыкальной культуре. Но все-таки именно симфония Чайковского «Зимние березы» было осуждено стать по многому таким зачинением, которого вообще не было в русской музыкальной культуре. Именно через это сочинение Чайковский стало какое-то совершенно новое слово, которое отличило его как симфонического композитора, как автора русской симфонии. Это было очень важно, это ощущалось современниками и, конечно, самим Чайковским, на том, как он сам относился к своей симфонии «Зимние березы», я расскажу немножечко позднее, в конце нашей встречи. Для того, чтобы нам настроиться на нужный лад, я хочу поставить начало первой части, которая также имеет авторское программное название «Зимние березы зимней дорогою», и послушать, вспомнить эту замечательную музыку, и уже отталкиваясь от этого звукового образа, мы перейдем к следующим разделам нашей встречи. Это, на мой взгляд, очень хорошая запись, сделанная с оркестром по направлению Светланова в 77-м году. Записи, конечно, «Море». Да, кто купил записи? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ На этом постановлю запись. Мы послушали экспозицию первой части. В начальном разделе представлены две главные темы этой части. Как раз вторая тема, о которой я обратил ваше внимание, она появилась только в этой окончательной третьей версии «Симфония Зимней Грёзы». До неё в предыдущих версиях была другая музыка. И мы сегодня сможем в этом убедиться, можем с этой музыкой познакомиться. Это совершенно необычная, совершенно несвязываемая в нашем сознании, в сознании такого широкого обывательского слушателя, музыка с первой симфонией. Несколько слов о том, что это за сочинение и как оно создавалось. Оно очень необычно, не только потому, что это, наверное, скажем, одна из двух программных симфоний из симфонии Чайковского, имеющих номера. Потому что мы можем назвать только патетическую симфонию, имеющую авторское название. И всё. Ну, есть симфония «Мантры», но она всё-таки стоит несколько особняком. И она просто создавалась как программное сочинение, там отдельная история. А симфония «Зимней Грёзы» она входит в число шести симфоний Чайковского, но при этом имеет авторское программное название. Это очень необычно, об этом тоже, конечно, нужно подумать. И какие-то версии я, может быть, вам и предложу. А вообще, почему так важно для композитора было написать симфонию? И особенно велика ответственность, когда композитор пишет в начале творческого пути. Обратим внимание, что Чайковский пишет симфонию «Зимней Грёзы» спустя всего четыре года после начала регулярных занятий музыкой. То есть консерватория у него началась с сентября 1962 года. За консерваторский период он не писал симфоний. И таких, собственно, заданий ему не давали, хотя он очень много чего написал. И к этому сочинение подошел очень подготовленным и очень умелым музыкантом. Но для него это был именно первый симфонический опыт. Ну, симфония являлась для композиторов, для профессиональных музыкантов некой высшей пробой. То есть некой такой высшей профессиональной планкой, которая выявляет, чего композитор, что называется, стоит. Может быть, это относится даже к симфонию в большей степени, чем к опере. И, может быть, как-то реагируя на какие-то современные веяния, стремясь сказать какое-то свое слово, Чайковский сознательно дает своему первому симфоническому сочинению программное название. Но, собственно, сейчас мы в такой же ситуации находимся. Само сочинение, сам процесс создания первой симфонии никак не был связан с содержанием, собственно, зимних образов. Потому что первые сведения о работе над первой симфонией, они относятся к весеннему периоду. Чайковский начал работать над первой симфонией в пасхальные дни в Петербурге. Праздник он проводил вместе с семьей. Где-то в первой половине апреля 1866 года. То есть это буквально первые месяцы после переезда из Петербурга в Москву. Но какой-то день Чайковский довольно активно ездил и в Петербург. Создание первой симфонии шло просто неимоверно трудно. Это, пожалуй, наверное, сочинение, которое чередало Чайковскому самым большим трудом. Он по своим меркам писал его, в общем, не безумно долго. Нельзя сказать, что он ему посвятил какое-то очень большое время. Скажем, есть свидетельства о том, что он начал работать на первой симфонии в первой половине апреля, а уже к июне относится сведения об ее инструментовке. То есть в эскизах симфония уже была создана, она была написана. Но она далась ему настолько трудно, что он впоследствии с ужасом вспоминал это время. И просто говорил о том, что он переживал что-то вроде помешательства. Что настолько эта работа у него много забрала, что он просто стал опасаться за свое психическое здоровье. Просто он в какой-то момент, видно, поднажал, стал работать и днем, и ночью. И в какой-то момент психика просто не выдержала. И Мадаст Ильич в своей монографии, в своем знаменитом жизнеописании Петра Ильича Чайковского, как это так и называется, «Жизнь Петра Ильича Чайковского», говорит, что, пометуя о таком страшном напряжении, связанном с созданием первой симфонии, Чайковский с тех пор не написал больше ни одной ноты своего произведения ночью. То есть ночной работы он старался избегать. Хотя какие-то письма, что рядом мы видим, что он там писал, там ночь, не знаю, с такой частот, там два часа утра, там четыре часа утра, есть такие обозначения. Но творческой работы он, в общем, все-таки с тех пор не занимался. То есть это ему был урок на всю жизнь. Но, закончив процедуру первой симфонии, он тогда же, летом 1866 года, показал готовое сочинение своим дорогим конституторским учителям, Николаю Ивановичу Заремби и Антону Григорьевичу Рубинштейну. Это было в августе 1866 года. И столкнулся с совершенно непримиримой критикой. Оба его педагога эту симфонию не приняли и потребовали кардинальных изменений. В чем эти изменения, мы можем, даже, наверное, и предполагать точно не можем, потому что вот эта вот первая редакция текста, которая была написана весной, летом 1866 года, в виде текста до нас не дошла. То есть она не была исполнена, то есть автограф не сохранился, какие-то предварительные материалы тоже сегодня неизвестные, не сохранились оркестровой партии, по которым бы это сочинение исполнялось. То есть эки — это некий какой-то совершенно недоступный сегодня текст. Ну, повторюсь, возможно, когда-нибудь, при каких-то обстоятельствах, нам этот выберет, может быть, станет известен. Ну, Чайковского это не сломило. И в ноябре 1866 года в письмах он сообщает о том, что он переделывает симфонию. Вновь показывает ее своим учителям Заремби и Антону Григорьевичу Роберштейну. Вновь встречает критику. Но все-таки оказалось возможным исполнить хотя бы какие-то отдельные части. Это тоже своего рода такой необычный случай в наследии Чайковского, когда симфония стала появляться в концертной жизни как бы в рассрочку. То есть, начало было исполнено с Керца, третья часть симфонии в московском концерте в декабре 1866 года под управлением Николая Григорьевича Роберштейна, которому симфония и посвящена. Спустя месяц, в январе 1867 года, симфонию сыграли в Петербурге под управлением Антона Григорьевича Роберштейна. Тогда прозвучала уже не одна, а две части. Вторая и третья. Вторая часть, которая также имеет программное название «Угрюмый край, Сырогый край» и третья часть с Керцем. Особого эффекта это произведение не произвело. И даже критики, как правило, иногда с какой-то злобой, встречающие молодых, так скажем, авторов, они даже не вдумевали, почему как-то вот сочинение молодого композитора, выпускника Петербургской консерватории не вызывало никакого эффекта. Анатолий Ильич писал Чайковскому, что аплодировали, но автора не вызывали. То есть успех был довольно средний. И только спустя год, в феврале 1868 года, симфония впервые была исполнена полностью под управлением Николая Григорьевича Роберштейна уже в Москве. Это исполнение имело успех, и успех этот Чайковскому воодушевил, но уже тогда он задумал те изменения, которые я смог реализовать только в 1874 году при подготовке этого сочинения к первому изданию. Первая симфония была опубликована после второй симфонии, появилась в печати. Вот такой интересный момент, который, кстати, отмечается не только у Чайковского, как я напомню, что первые два фортепиано-концерта Витхобина появлялись в обратном порядке. Концерт Шопена тоже самое. У Чайковского симфония такая же ситуация. Ну вот, такой очень трудный путь симфония прошла, прежде чем быть изданной и стать таким исполняемым сочинением. Во многом это действительно было связано и с какой-то необычностью замысла, и с поиском своего слова в симфоническом жанре, потому что, как я уже говорил, ничего подобного в симфоническом наследии о русских компонентах мы не встретим до Чайковского ничего похожего. Сочинение, которое исполнено такого лирического тона, какой-то эллигической интонацией, связанной с воспоминаниями. Во многом, есть, конечно, автографический момент, потому что здесь все детство Чайковского прошло в разъездах. Бесконечные переезды из Водкинска, Валопаевска, потом, представляете, из Валопаевска, на перекладных ехать в Петербург. И все, очень много у него было связано с дорогой. Потом, конечно, здесь очень сильное влияние такого литературного наследия, вот эти, там, Боголевские картины, дороги, Мерковых душев, Долика, конечно, яковской поэзии. Это все как-то вот отразилось в этом сочинении. Я думаю, что вполне сознательно, потому что Чайковский, о чем мы говорили уже неоднократно, он прекрасно называл русскую литературу, в том числе, Гоголевское наследие. Все это он, конечно, учитывал. Ну, и еще, если, вот, позначив русскую линию, мы, конечно, должны сказать ее западноевропейской линии, потому что это сочинение называют еще первой соль-минорной симфонией, первой русской соль-минорной симфонией, имея в виду, конечно, как бы, прообраз всех соль-минорной симфоний, страховую симфонию Моцарта, и вот это вот лирическое высказывание, оно, конечно, восходит именно к этому сочинению. Здесь есть и просто такие совпадения бубальные. Я сейчас всегда приятно напомню эту музыку. Появление, так сказать, первой темы на таком вот фоне, простите за профессиональное слово тремоло, струнных, запись 29-го года Гуна Вальтера. Гуна Вальтера. Ну, достаточно уже вспомнить, конечно, очень трудно останавливать, очень больно всегда наступать на горло такой песне. Конечно, в этом ряду нельзя не назвать и не окончим симфонией Шуперта, тоже очень похож на правду, другая тональность, ну, характер высказывания и о чем эта музыка в общем, вот, как бы, в этом же ряду. конечно, вот, я уже отмечал, что симфонии имеют программные названия, имеют программные названия части симфонии, но не все. Вопрос, конечно, почему Чайковский дал программные названия только двум частям, только первую, вторую, конечно, мы на него ответить не можем, вот, имеем, так сказать, дело с чем имеем, но здесь тоже, конечно, есть почва для пищи, для размышления, например, вторая часть, как правило, связывается с впечатлениями, которые Чайковский получил при поездке в Аламский монастырь летом 1866 года вместе со своим другом еще с училищем правоведения, с современным училищем правоведения Апухтиным, но здесь, конечно, мне кажется, определенная натяжка, потому что все-таки симфония уже была написана до поездки на Алам, и все-таки ставить здесь знак равенства, на мой взгляд, нельзя, нет оснований. А «Скерца» и «Финал», они хотя не имеют авторских заголовков, нигде мы не знаем, что Чайков, скажем, пытался как-то их обозначить, он оставил как-то этот вопрос открыт. Но, конечно, там есть безусловное предвосхищение зимних страниц других сочинений, Чайков, прежде всего, Чайков, особенно «Скерца», и, я думаю, мы сегодня сможем в этом убедиться. Все-таки меня сейчас хотелось бы перейти уже к главному члену, я хотел вас познакомить, а именно к неизвестным версиям Первой симфонии, которую мы все знаем по третьей редакции, она прозвучала уже в самом начале нашей встречи, но, как я уже сказал, были еще первые две. Первая нам известна, а вторая как раз известна, потому что она все-таки звучала при жизни Чайковского, как минимум полностью она последована один раз под управлением Николая Львовича Рубенштейна в феврале 68-го года. Сохранились рукописные голоса Библиотеки Московской Консерватории, я, еще будучи студентом Консерватории, имел честь выявить в них пометы Петра Ильича Чайковского, которые были внесены в связи с уточнениями в тексте. В наших фондах хранится рукописная копия второй редакции этой симфонии, на которой Чайковский сделал уже третий вариант, и, к сожалению, из этого экземпляра выкинуты те страницы, которые Чайковский заявил новой музыкой. Они, в свою очередь, были вложены в некий печатный экземпляр нот партитуры первой симфонии Чайковскую. Сейчас он хранится в плену, но в свое время он был отправлен Ипполитову Иванову в 80-е годы XIX века, который пожелал в Белисе, тогда он возглавлял Белисское отделение Русского музыкального общества, исполнить первую симфонию. Чайковскому стало это известно, и он с большим разочарованием узнал о том, что вместо того, чтобы отправить ему чистый экземпляр окончательного текста первой симфонии, Ипполитов Иванов получил этот текст с листами выкинутыми чайковскими симфонии и написал по этому поводу большое разглеванное письмо Вернисона, как такое могло произойти, что кто-то мне, видно, решил насолить. Ну, мы, конечно, не хотим совсем насолить Петру Ильичу, мы просто хотим познакомиться с той музыкой, которая была написана им для первой симфонии, узнать, как шла его мысль к тому варианту, который мы все сейчас хорошо знаем, и я предлагаю послушать сейчас тоже начальный фрагмент первой части симфонии. Это единственная запись второй редакции симфонии, сделанная шотландским оркестром под управлением Илона Голкова. Поначалу все совпадает, различные очленняются с того места, которое я уже сказал при первом прослушивании. Аминь! Аминь! Редакторс Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... Да, а в той, скорее, какая-то, может быть, песня имщика, да, вот как-то больше в ту сторону, да, да. Может быть, Чайковский вот и по этому, и по этой причине как-то решил именно заметить. Это самое-самое крупное, самое-самое заметное изменение вообще и в первой части, и во всей симфонии. Ну, разумеется, эта же тема, звучит и в репризе первой части, вот, и здесь как раз мы все это сможем прочитать. Потом, наверное, просто здесь не очень удобно, ноты такие большие, крупногабаритные, мы потом с вами можем это уже на столе внимательно еще раз все посмотреть. Чем еще первая симфония как-то особо выделяется из ряда всех номерных симфоний Чайковского, особенно, конечно, поздних. поздних симфоний это вообще нет. Ну, в ранних это, конечно, как-то отмечается в первых трех симфониях, но в первой симфонии это касается особо. Здесь очень большой процент заимствованного материала. Чайковский, который сказал о симфонии такие замечательные слова, что это вирическая исповедь души, что симфония должна как-то издеваться из души. Разумеется, о том, чтобы как-то латать дыры каким-то уже ранее написанной музыкой, там, начиная с четвертой симфонии, это было совершенно где-нибудь невозможно. Но в первых трех симфониях, я особенно повторюсь, в первой, этого довольно много. Вот сейчас перейдем к средним частям, ко второй и третьей, в каждой из них использована ранее сочиненная музыка. В вступлении ко второй части звучит одна из тем консерваторского виртюра Чайковского, никогда при его жизни не исполненной виртюры по драме островского «Гроза». А скерца, знаменитая скерца из первой симфонии и крайней части этого скерца, они основаны на теме скерца из Дориус-Медонной соната, тоже антилатурского сочинения Чайковского. То есть это такой очень заметный объем. Во второй симфонии, коль с корня обмотлась, я тоже хочу сказать, чтобы тему не бросать, «Марш» представляет собой фрагмент из оперы, неизвестной силой в полном виде оперы «Лундино». А в третьей симфонии тоже, в начале, по крайней мере, раздел первой части, он связан с кантатой на открытии политической выставки. То есть это тоже такой характерный штрих к раннему симфоническому творчеству Чайковского, который потом, в общем-то, ушел совсем из его композиторского арсенала, и вообще мы этого уже больше не встретим. Ну, чтобы не оставать согласованными, я тоже дам послушать в том же шатанском исполнении вторую часть, начальный фрагмент, и как та же тема звучит в упомянутой уже у вертюрии «Кроза». Просто совсем разные контексты, музыка звучит по-разному, но интересно сравнить. «Кроза» «Кроза» Субтитры подогнал «Симон» 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 Майдер сна. Ну, надо сказать в честь Ищеговского, что он заимствовал музыку, которая как бы не имела, на его взгляд, никаких перспектив, то есть он не давал давным пропадать. То есть кольцовое сочинение не звучит, оно не издается, оно никому не нужно. Почему бы не использовать прекрасный музыкальный материал в том сочинении, которое адресовано самой широкой публике? Ну, это консератонская, вверху же это консератонское сочинение. Хотя, так, простите, у кого-то играет телефон? У меня нет. Да, где-то здесь. Надежда, кстати, это, простите, не ваш? Всего-то. Да, извините. Увертюра «Гроза», напомню, она была написана в 1864 году, то есть это вот самый разгар заключения Чайковской консерватории, оцените, что это разгар написано всего спустя два года, после того, что Чайковский начал регулярно заниматься музыкой. Какой был потрясающий прогресс. Ну, получив это сочинение, просто я не буду сейчас останавливаться, просто в двух словах буквально скажу, что это категорически не понравилось Антону Григорьевичу Робинштейну, тем, что она была написана для современного на тот момент оркестра, а Антон Григорьевич наставил о том, чтобы его ученики все-таки выжимали максимальную выразительность из более скромных оркестровых ресурсов. И очень-очень Антон Григорьевич отсочинение ругал и, разумеется, не придел к никакому исполнению, тем более она не была издана при жизни Чайковского. То же самое соната. Ну, известно, что она была написана в 52-е годы, но о том, чтобы ее издавать, чтобы ее публично исполнять, об этом как-то тоже речь не шла. Ну, Чайковский и воспользовался этой написанной музыкой. Итак, нам осталось сказать несколько слов о финале. Это самая большая проблема, конечно, в симфонии Чайковского. И сам он говорил, что ему труднее всего писать финалы и считал свои финалы, может быть, не всегда удачными. Шостакович, как известно, негативно и отрицательно отзывался о финалах Чайковского, считая их самыми слабыми частями. Ну, потому что действительно, как-то вот чем подытожить развитие, которое было ранее в прозвучавших частях? И всегда это целая проблема, это кризис, и всегда это поиск. И иногда приводило с таким очень оригинальным вариантом решения этого вопроса, как в шестой симфонии, да, финал представляет собой медленную музыку. Но здесь Чайковский старался, что называется, соответствовать в первой симфонии и написал такой очень традиционный финал, на мой взгляд, с очень большой частью такой обязательной музыки. Здесь есть, в частности, вот, обязательный фугат, например, в развивающем разделе, который, ну, как бы он логически не вытекается из того, что подвучало, ну, оно должно быть по неким канонам, вот Чайковский мой и пишет. Исследователи отмечают, что на финал симфонии оказало большое влияние еще одно соль-минорное сочинение, правда, уже русской музыки, а именно увертюра к жизни за царя Глинки. Так же, как и финал, эта увертюра открывается таким очень развернутым, обширным введением, вступлением, и дальнейший, как бы, профиль драматургического развития, драматургический профиль обеих оргистровых пьес, он, в общем, во многом совпадает. Предлагаю послушать, ну, в сопоставлении, конечно, не буду давать не полностью вертю, не полностью финал, ну, начальные прогменты, чтобы эту музыку как-то проиллюстрировать. А финал хотел бы довести до того момента, когда звучит вот эта фугата, которая, ну, несколько, на ноте тормозит развитие. Ну, может быть, у вас будет другое ощущение. Это увертюра через царя Глинки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, сейчас вот, да? Так, что как вы видите, он открывается очень развернутым видением, развернутым вступлением, и дальше склеивает тоже такая очень активная, очень активная останавливая ледра. Это некая модель для этой части. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы слушаем не окончательно вторую редакцию первой симфонии, поэтому здесь есть небольшие фрагменты, которые Чайковский в третьей редакции убрал. Сейчас вот этот бесконечно повторяющийся мотив, он там повторяется не так много раз. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, чего х foam Таких фрагментов, можно сказать, ученой в теле музыке в финале, очень много. Когда мне было это несколько инородных игровых Scotia собственно говоря, все эти богаты. Да, финалы. Но есть перекличка с первой частью? Конечно, конечно, да. Чего повторяем? Я не знаю, когда этот фон обрискалась, не буквально. Не буквально повторяется. Называемый разработка. Здесь очень много, опять же, таких перифонических экзорсисов. Музыка СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА Вот. И даже первые эти темнофиналы повторяются. Вот. То есть видно, конечно, очень интересный такой творческий поиск, поиск себя. Понятно, что потом Чайковский, конечно, будет гораздо свободнее себя чувствовать, даже в финальных частях. Здесь во многом это было именно следование традиции, написать как нужно, как правильно. И вот, пожалуй, финал, наверное, мог вызвать, конечно, наиболее серьезные замечания критиков первой симфонии. Ну, сам Чайковский очень сожалел о том, что его одно из любимых детищ первой симфонии влачило при его жизни очень жалкое существование, она очень редко исполнялась. Сам Чайковский, интересно, что довольно многоигравший, естественно, в своей музыке, ни разу не включал первую симфонию в свои концертные программы, и нигде ее не играл. Хотя мы это были, но вот сам он где-то считал каким-то таким поединенным этапом, и совсем не то, чем, так сказать, может быть интересным публике. Ну, тем не менее, я уже упоминал об исполнении первой симфонии Политовым и Вановым. Иногда она, конечно, эпизодически появлялась, но, конечно, гораздо реже, чем многие другие сочинения, хотя Чайковский в целом это сочинение очень ценил, очень называл таким грехом его милой юности, и, несмотря на все ее недостатки этой первой симфонии, которой он еще после, конечно, были очевидны, как уже опытному мастеру и, в том числе, мастеру-симфонисту, он считал ее даже более содержательным, чем многие его, так называемые, зрелые имущие. Ну, тут, несмотря на такую позицию автора, и сам автор ее играл, и очень редко ее играли другие дирижеры. Конечно, ее слава... Еще слава? Ну, она все-таки более исполняемая, чем вторая и третья. Она, конечно, не дотягивает. Это четвертый, пятый, шестой, это, безусловно, это абсолютный канал Чайковского, но вот она идет немножко ниже, но в то же время не такой раритет, как вторая и третья симфонии. Конечно, ее стали играть немного в 20 веке, и у нас, и за границей, и кто только ее дирижировал, и удающиеся, на веке, там, немецкие дирижеры играли, и сейчас она, конечно, достаточно широко исполняется, но, повторюсь, это, конечно, не четвертая, пятая, шестая симфонии, но, тем не менее, это такой очень важный этап в становлении Чайковского симфонии, потому что без первой симфонии, конечно, никакие другие симфонии Чайковского не могли быть написаны, естественно, он должен был через это пройти, и к этому правильно, конечно, относиться, и не требовать от этого сочинения, конечно, больше того, чем оно может дать, а оно может дать и так очень-очень много, и просто хотел бы отметить какие-то моменты, которые, на мой взгляд, важны для дальнейшего творчества Чайковского, конечно, это уже отмеченные в скерце вот эти картины, может быть, такой зимний звукописи, который потом в щелкунчике очень ярко себя проявило, и вот вторая часть, которая представляет собой вот это длительное соло-гопоя, которое потом будет в четвертой симфонии, тоже инструмент, очень близкая инструментовка, конечно, там другое, несколько эмоциональное может быть, нагломение, но сам звукописи был уже найден в первой симфонии, и Чайковский, я думаю, все-таки не без мысли о первой симфонии, таким образом сделала и Антанте в своей четвертой симфонии. И в качестве паскриптума хотелось бы мне привести одну цитату из письма в надежде Филаретовне фон Мек, которая еще раз показывает, что насколько серьезно, насколько сознательно Чайковский дал своей первой симфонии программное название, что это не вынужденная издатель, что это не вынужденная какая-то мера, это именно его ощущение этой музыки. В связи с некой заинтересовавшей его картиной, процитирую Чайковского в этой картине, изображает большую дорогу зимой, хороша она, Чайковский написал Надежде Филаретовне, она обратила на себя мое особенное внимание потому, что это как бы иллюстрация первой части моей первой симфонии. Мы не знаем, что это за картина, но то, что Чайковский так определенно соотнес спустя уже 12 лет он закончил свою первую симфонию в 78-м году это письмо образ, загявленный на картине и образ запечатленный в его музыке, это все-таки важно. отметить, важно знать и вообще Чайковский в принципе был довольно желописным, хотя он избегал иногда, например, может, не дай программу шестой симфонии, например, она нигде не прописана, он какие-то вещи все-таки старался не афишировать, но в то же время явно что-то подразумевал, когда писал свою музыку, он говорил про шестую симфонию, что это программная симфония, но такая программа, которую я никому не расстроил, и так он нес эту тайну с собой в могилу очень быстро. То же самое в первой симфонии, да, есть общее название, есть название этих частей, но вот что это, что он в это вкладывал, это изображение или картина, либо это какое-то переживание, вызванное, скажем, каким-то образом, например, Бетховен в асторальной симфонии. То есть это, это, да, конечно, он его очень ценил, конечно, да, и почему еще так важно, насколько ответственно было писать симфонию, особенно 26-летнему композитору, что это действительно высший профессиональный жанр, который отмечен высочайшим достижением великими именами, просто когда композитор сочиняя симфонию, он становится в один ряд с этими великими людьми, и это, конечно, Чайковского не могу возбуждать, не могу никак не затрагивать, и это, конечно, для него очень-очень важный, очень ответственный шаг написания первой симфонии. Я поставлю на этом точку, поэтому, если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу, пока я не постараюсь это сделать. То есть, Александр Леонидович вы считаете, что это байка о том, что Апофтин, ну, там, как это сказать, обманом завлек Чайковского на остров Валаам, и вот там-то он как раз переполнился впечатлениями. Вы знаете, просто... все-таки сопоставление исторических фактов скорее не в пользу этой точки зрения, потому что он пишет об инструментовке симфонии уже в июне, а инструментовку он делал, быстро закончил уже все эскизы. А поездка на Валаам это конец лета. Так что, вот здесь скорее нет, чем так. для меня лично такое ответ. Просто русская губка, но это не очень так. Ну, просто считает, ну, просто можно встретиться, как-то связывается, но все-таки сериалные исследователи здесь не утверждают. отмечается то, что вот действительно как-то вот совпадает как бы по времени написания первой симфонии поездка на Валаам. Ну, вот, если так вот совсем-совсем детально и внимательно все эти свидетельства достоверные Чайковского будут нам сопоставить, получается, что симфония была написана раньше, до поездки. Вот так. То же самое вот известный очень байк, который допустил Матест Ильич в своей биографии Петровича Чайковского что якобы ему принадлежит Матест Ильич название Патетической симфонии Браво Матест, да, ничего подобного. Еще там летом 93-го года в письмах Чайковску все эти названия Патетической симфонии на ситонном листе все это Чайковским выписано. И здесь уже просто сколько таких, конечно, неаккуратностей в биографии Чайковского не перечесть. И современность. И как раз не покладая рук стараются бороться с этим суеверенными предрассудками. Работал, его окружали люди, он работал не на этом? Ну, конечно, конечно, да. Он, конечно, не мог все это проконтролировать, что-то о нем. говорят, ну, может быть, может быть, что-то после смерти Чайковского. Ну, понимаете, где-то он как-то не так сказал, он, может быть, в каком-то письме не вполне точно. И это дало основание для каких-то выводов, так скажем. Александр Ильич, а по протяженности симфонии редакции как-то отличается? Конечно, мне уже добавилось, что Чайковский в принципе писал очень длинно. И все редакции, исполнительские, даже его собственные редакции, они сидят именно на сокращение. И, конечно, вот та редакция, которую мы сейчас все знаем, третья редакция, она более компактна, чем вторая редакция, которую мы сегодня слушали. Там есть такие просто фрагменты, которые такие заметные, которые не ваши, есть, просто буквально повторяющиеся дакты, где это просто выкинуто. Так что Чайковский старался при доработке своих сочинений иметь в том числе этот момент, чтобы не задерживать внимания слушателей чрезмерно долго. Иногда это было даже на уровне эскизов, скажем, до Чародейки, когда он писал, по эскизам даже, еще не имея ни протитуры, ни переложения, он проигрывал, скажем, первый акт, говорил, что 50 минут очень долго для акта. Он старался приблизиться к хранитаражу глиники, чтобы это было 30-40 минут, 50 минут очень долго. И сокращение даже еще на такой эскизной стадии. А здесь в первой части если вернемся к этой теме, она в первоначале вариант более пространный, чем окончательный. Хотя он, конечно, не такой яркий, но в нем, конечно, есть такая прелесть, но Щейковский все-таки от него решил отказаться и заменить его в лесенном щеке. Так что я благодарен вам за внимание. Если хотите, можем с вами посмотреть рукописную копию с правками Чейковского и с вложенными листами уже нового текста. тогда, наверное, это будет удобнее сделать здесь за столом, потому что здесь листы разрознены и я просто не удержу, боюсь. это рукописная копия, с которой шло издание уже первой симфонии в окончательной редакции. Это не Петра Ильича, не его почерк. Это не его почерк, это копиист. То есть идет переписанный текст спокойно, после его смерти. Нет, это все при его жизни. Это 74-й год. И вот здесь идет замена. Этот фрагмент зачеркивается. Дальше идут листы, которые он просто отсюда вытянул и как-то сейчас сохранятся не у нас, а у нас сохранится текст новый текст для окончательной редакции. Кто нота читает и дома без труда услышит здесь знакомую музыку. Это вот артограф Чайковского. И его новый текст для редакции «Крэн-симфонии». Дальше опять копиист. «Крэн-симфонии». И соответственно изменения в «Крэн-симфонии». Простите за музыковедческую «Крэн-симфонии». можете подойти поближе. Очень увлекательно все исследовать, как текст изменялся, становился и как изменялось содержание этой музыки. «Крэн-симфонии». Это, опять же, Чайковским вычеркнуто. Видите, это та купюра, в частности, о которой я говорил. И еще есть замена в финале. Мы, правда, этого места не дослушали, потому что довольно долго. есть изменения в начале «Крэн-симфонии». Есть вычеркнутый фрагмент. Сейчас есть несколько большего формата. Заменяется текст, будет первоначальный и идет новый вариант Чайковского. Повторюсь, к сожалению, на популярности первой симфонии при жизни композитора это серьезного влияния не оказало. Симфония не стала при жизни Чайковского таким вот репертуарным произведением. Вот такие уже мелкие сокращения. вариант записан. Тоже Чайковский. В частности, вот то исполнение, которое готовится сейчас оно естественно основывается на этом документе. Можно будет еще раз послушать первую симфонию в такой необычной, нестандартной версии. да, конечно, конечно, Это издательские пометы, это номер издательской доски 25-19-74 год. Да, он, конечно, не очень презентабельный. конечно, штуки Чайковского тента, такой исключительно служебный ресурс. Наши идут ноты, но вы тоже можете их Это рукописная копия второй редакции, на которой человек после сделать третью редакцию. он не делал, не писал, разумеется, полностью автограф заново, он просто именно имеющимся текстом, в имеющемся тексте внес поправки. А первая это дошла? Первая, к сожалению, она до нас не дошла, потому что он показывал ее Заремби и Антону Рубинштейну, те ее раскритиковали, и еще до всякого исполнения Чайковский внес изменения в текст. А автограф вначале нам неизвестен, пока что она не исполнялась. Исполняю стараюсь сохранить на журкописных глазах, голосах два мосбеозе в дверезе посольской инсерватории. Так что, вот, есть такой вот некий икс, который еще нам предстоит раскрыть, может быть, это не удастся. Иногда бывает совершенно потрясающее открытие, там много слонов, какие-то вещи бывают, которые, там, ранее неизвестные, всплывают. Рассказывал уже на 1935 году был ферночатик финал первой сюррии, так и строгой. Потом у него была своя история, но вот тоже какая-то неизвестная совершенно рукость. Так что, может быть, и здесь что-то подобное когда-нибудь состоится. Спасибо большое. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо. На сегодня все. Спасибо. В следующий раз я думаю рассказать о первом квартете Чайковского. там очень интересный сюжет, во-первых, само сочинение очень интересное и очень важное для Чайковского, во-вторых, это сочинение было написано к его первому авторскому концерту, который состоялся 16 марта 1871 года, и если перевести это на юлианский календарь 16 марта по юлианскому календарю, то мы получаем как раз почти тоже дату, у нас будет 26 марта встреча, так что практически день в день мы поговорим о том сочинении. И у нас просто в музее сохранилась документация, как Чайковский готовил этот концерт, что ему пришлось, как известно, первый квартет прислался для авторского концерта, но кроме этого Чайковского пришло на себя взять такую большую организационную работу, что это просто для меня лично открыл очень какой-то совершенно неизвестной ранней стороны, когда во все погружаешься. Это концерт состоялся в малой зале благородного собрания. Не в большом колонном зале, а в малом зале. Я в этом подробнее расскажу по сторонному довольствию. Я очень рад, что я с этим документом познакомился и как-то в нем разобрался. Там здесь очень много о чем поговорить. Спасибо большое. Тогда на сегодня поставим точку. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Александр Ильич, в балете Снегурочка, у меня уже на слух то, что я сама слышала, это первая, вторая, третья часть, которые определенные используются, а четвертая я вот не припоминаю. полезно вы имеете ввиду, оставь его, весенне сказка? Ну, который идет с театрами Сейсовским и его читаченко. А, ну, может быть, это просто это просто это же монтаж, скорее всего, это просто подбор музыки из того, что они взяли музыку к Островскому и добавили. Да? Ну, там наверняка, я сейчас, знаете, я сейчас не помню, не могу сейчас точно вам сказать, что именно, ну, скорее всего, они набрали в таких весенних сочинений из первой симфонии и наверняка из кеморочки. А это подбирает отцы, как мы все набираем это как болитр, да? Ну, либо мой пускай руководить. А, вот так, Бурмедитер, ну, наверное, неестественно, что ему помогали всякном. Они расширили такая кухня. Они взяли мускул пессии и добавили ну, очень много из вот этой симфонии или еще кое-что и поставили балет. Сколько еще было? То есть первая? Да. Вот они взяли с ним. часть смотрю. И первая, вторая часть, вот и третья, по-моему, там, 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 да? Ну, вообще, в консерварии находились, я хочу, что, как такие, есть там, все симфонии, а, как был. Они как здесь и получили очень-очень, очень-очень может быть, что сейчас такое и будет, потому что это год конца восьмидесятилетия и, возможно, дирижеры, исполнители, да, это, сейчас свою программу. честь. Надо посмотреть, сейчас. Можно много играть Чайковского везде. В Заряде начали сезон со всех симфоний Чайковского. Да, 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 в Штюрге все играли. И вот мы 1 марта пойдем в консерваторию тут видеть. А что там будет? Значит, что будет? Первый, а, сейчас скажу, первый концерт, первый концерт Ромео и Джульетта и четвертая сифония. Грандиозная программа. без Чайковского. смотри, другие вещи с хороши. Да, мы тут целой командой идем, да. Ну, приятные впечатления. Да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Присвитание. Скажите, пожалуйста, какие-то лекции еще надо, еще раз. Ну, я пока не планировал, но я могу поторговать. Это очень даже хорошо будет нам на тебя об этом бабе поговорить. Ну, прекрасно. Хорошо. А что это все? Детский альбом. А, там много еще можно поговорить. Да, меня интересует именно, что обыкновенного реала на такие взяли и поправки не виллюстрировали, потому что хотелось подиурюстрировать все, что они чуть-чуть сделать, что это материал. А так, это логово, мало, достаточно, вот сейчас. А, что пойти? Мало материала. А, ну, хорошо, вы знаете, я смогу подготовиться, там действительно есть какие-то такие интересные ход в обществе иллюстрирование, допустим, давайте я вам же следующую тему анонсировал, если я хотел поговорить, здесь, как он, очень хотелось, чтобы он не сдавался на титульном иллюстрации. Да, это действительно так, хотя, первое знание у нас есть например, в фондах, в самом тексте изразления это очень нарядный титульный лист, такие, цветной, с медальюнами, мне так очень интересно, вот, а в связи я знаю издавались детские песни, всяческого с 16 летей среднего возраста. Можно будет обновить тоже. Хорошо. Да, ставлю себе план в апреле рассказать о том, где самолюбе, можно именно здесь песни, потому что есть, хотя несколько альбомов это более чем достаточное конечно на встречу, много разных сюжетов. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!